На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчане относятся к спорному законопроекту, согласно которому письма счастья автомобилисты будут получать не от ГИБДД, а от региональных органов власти. Превышение скорости выезд на выделенную полосу, проезд на красный свет. Нарушения по ДД, зафиксированные видеокамерами, могут отдать в руки власти. Резонансный законопроект уже принят в первом чтении Госдумы, что вызвало массу споров как со стороны депутатов, так и со стороны автовладельцев. А что по этому поводу думают люберчане, узнаем прямо сейчас. Я вообще первый раз слышу, по мне так письма счастья, если это скамеры какие-то прилетают, то практически всегда попадают в точку. Иногда бывает, что там тень на полосу. Ну то есть сейчас в принципе все нормально, я не знаю, что изменится. Я думаю, что письма счастья добавятся еще больше. Мне кажется, что ГИБДД, что власть, даже если власть залезет, мне кажется, просто больше начнут денег, может заниматься на руку. Может быть, контроль там будет лучше за всякими теми же нарушениями. Получше может быть система будет, я не знаю. А что изменится от этого? Вы думаете ничего? Думаю ничего. Все, спасибо. Дальше ГИБДД лучше. Мне кажется, ГИБДД должно заниматься совсем не власть, а власть должна заниматься совершенно другими вопросами. Для меня ничего не повлияет никак. Никакая разница. Мне кажется, что должны делать ГИБДДшники, потому что если это будут делать люди при власти, то тут, ну как сказать, этими фирмами, наверное, будут владеть, так сказать, люди, которые приближены к власти и дальше уже смогут каким-то образом деньги отходить. Мне так кажется, я не знаю. Все-таки государство решает, и здесь уже обычные люди ничего не смогут сделать. Как есть, посмотрим, а уже дальше будет видно. По сути, законопроект обоснован, ведь все затраты по установке камер видеофиксации лежат на муниципалитетах, а штрафы за нарушение ГИБДД и так идут в казну региональных дорожных фондов. Однако Люберчени не согласны с нововведениями и считают, что письмами счастья должны заниматься госавтоинспекторы. Анна Троян, Александр Богданов, специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.